здравствуйте уважаемые ученики рад вас приветствовать нас четвертый урок с вами я хотел бы перед тем как перейти к сегодняшней теме показать одно из решений которое мне было прислано по поводу поиска двух максимальных за один проход я напомню задачку которая оставлял на дом у нас есть последовательность чисел их неизвестно сколько они следуют клавиатуры до появления терминального элемента в момент когда поток заканчивается необходимо выписать два максимальных элемента которые встречались вот тут можно дать некоторую поправку дополнительную сейчас можно дополнительную поправку дать потому что могут встретиться два равных друг другу элемента на два равных числа и вопрос а как мы их считаем как разные числа до или как одинаковые то есть такая вот такая поправка возможно давайте посмотрим на одно из решений сейчас одну секундочку не нужно файлик втащить так и стереть данные кто это делал так там опять люди пришли сейчас секундочку и так вот собственно текст который был прислан в качестве в качестве решения вот этой задачки давайте посмотрим то есть глобально что происходит да мы считываем первый элемент да а где ошибки есть ошибки совершенно очевидные да дальше спрашиваем пока x не является терминальным и что мы делаем тут же считываем еще следующий x который вполне может оказаться терминальным то есть только что мы считали x а да начали итерацию да и дальше получается что мы того x а которого считали да мы не использовали ну здесь есть некоторая поправка дело в том что он все таки используется до инициализирует два вот этих вот состоянием 1 м2 вот но тем не менее да он вот эта последовательность не последовательно да потому что у нас может оказаться что после введенного одного значения дальше следует терминальный элемент по-хорошему в этот момент мы должны сказать простите да а как мы вообще будем дальше двигаться ведь у нас сама постановка задач тогда не очень корректно мы хотим на 2 найти максимальных элемента а в последовательности всего один элемент так можно такой вот случай задать давайте запустим посмотрим так давай значит я ввожу я думаю что может это я в какой момент я просто его а слушать это можно подлинг было перед перекину текст ладно уже я открыл под виндовым кодблоксом значит под ним запустимся значит что я хочу я хочу ввести одно число и написать 0 что я вижу в результате ой еще хуже чем можно себе представить 0 который терминальный да он сюда отправился ну короче вот эта ошибка до ошибка самого как сказать так то да как это ритмичность сердце сердцебиение да вот короче говоря считали первый x вне цикла окей можно так можно но тогда все равно я прошлый раз объяснял вот эту логику да что мы должны иначе выходить в середине цикла получили x проверили что он не является терминальным и тогда обрабатываем и зацикливаемся но выход про получается из середины вот эта проверка ради этого мы смещаем на вот по кругу про прокручиваем цикл дату делаем циклическую перестановку в которой у нас вот x а по сути только наоборот да сверху вот x а должен переброситься вниз вниз тело цикла таким образом получается что у нас вот здесь вода происходит подготовка к следующей итерации да то есть мы считываем x для следующей итерации логично вот и тогда у нас не будет проблем с местоположением вот этого происходящего действия дальше тут есть такая тонкость что поскольку в но в питоне перед скобкой никому не ставится пробел в си плюс плюс я все-таки буду ставить после и фа и после вайла потому что иначе происходит такое странное слияние все-таки это не вызов функции да это именно скобки которые окружают выражение так синтаксически положено хотя мне это кажется нелогично в 2020 году ладно а теперь дальше смотрите здесь сделана конструкция иначе если иначе если да то есть она конечно чуть-чуть это смещено но тем не менее тоже очень интересная ошибка я уменьшаю на одну или уменьшаю количество скобок чтобы воспринималось полегче и еще такой момент я это делал затянул то есть все мои действия сейчас косметического характера да я исключительно уменьшаю количество строчек просто чтобы это воспринималось более естественно и выравниваю длинный строк чтобы было раз два три четыре соответственно да мне вот это нужно все вот пока я косметику все сделал не меняя содержание в этой программе еще остается одна содержательная ошибка давайте опять же я исправил вот эту ошибку с тем что я во-первых добавил сюда считывание перед циклом до 1 я сделал считывание в конце итерации как раз перед тем как мы зациклимся но смотри не зациклимся пойдем на следующую итерацию спросим они терминальный ли ты да да я тоже сюда впишу что это проверка что их с ней терминальный спасибо что вы напомнили ага так короче давайте посмотрим еще раз да значит проверка что их с ней терминальный я немножко пользуюсь тем что количество строк стало поменьше увеличу размер шрифта и так да видите что происходит глобально мы инициализировали м1 м2 иксами да дальше пока не терминальный дальше некое действие связанное с анализом икса и куда его пихнуть да и дальше собственно считываем x для следующей итерации да ну вот глобально логика тактов да вот это вот движение программы считывание обработки она правильно осталось еще по сути две ошибки смысловые содержательные у кого есть идеи а почему вот их x меньше чем максимум 1 имеется ввиду что можно еще раз секундочку мне плохо слышно было максимум 1 это наибольший максимум до или как просто достаточно максимум 1 это ну давайте пример да давайте я просто приведу конкретный пример будет понятно например числа идут 1 15 12 14 7 9 на соответственно на экране должны будут оказаться числа 15 14 то есть значение переменная м1 будет равно 15 значение перемена м2 равно 14 есть след другой вопрос да а что если у меня окажется вот так 15 1 15 12 15 7 9 то что у меня должно будет оказаться 15 15 или 15 12 в зависимости от понимания смысла задачи вот именно понимание да или я должен был сконкретизировать более конкретно здесь возможны варианты возможны оба варианта да вот но либо так либо так но если повторяющегося нет повторяющихся чисел нет тогда этот вопрос снимается да то есть вот он главный максимум вот он вторичный максимум все до 0 является терминальным и ни в коем случае не должен попадать в саму обработку да он не может быть одним из то есть даже если все числа отрицательные мне нужно найти два максимальных этих самых отрицательных числа я пояснил очень хорошо так что я занизил свой звук 1 2 3 1 2 3 вроде хорошо да короче давайте же посмотрим вот я выписал последовательность да давайте посмотрим на то что как у меня отреагирует эта программа на данную конкретную последовательность поехали значит 115 простите шрифты я не знаю как у поднять винде а стоп уже в индии теперь можно крутить колесо пожалуйста очень хорошо 1 15 12 14 7 9 ну и 0 там в качестве терминального что я вижу вижу 11 ну а правда тут есть такая тонкость но человек явно искал минимум до эти меньше да ну я последовательность может быть в этом смысле не идеальная но все равно есть явная ошибка связана не с последующей обработкой да асса именно инициализации в чем дело помните в прошлый раз вам рассказывал про мальчиков и девочек девочек которые соревнуются но поток общий с мальчиками девочками помните я говорил о том что есть проблема да что если у нас первый окажется мальчиком а мы ищем самую сильную среди девочек то если мы будем вот так инициализировать максимум грида 1 элемент последовательностью тупо туда вставим то получается что первый мальчик он проскочил без фильтрации до помните эту логику и объяснял поэтому есть какие варианты да вот с максимумом я объяснял что очень сложно да решить окончательным то есть прям реально окончательно решить а как мы будем вот с произвольным диапазоном значений а как нам убедиться что в принципе девочки есть например да что в принципе существует ответ на поставленный вопрос что максимально и существует что последовательность не пуста то есть последовательность вместе с мальчиком делать но четко и нечетные числа на не пуста но среди них может не быть ни одного четного числа и тогда мы не можем ответить на этот вопрос да а здесь у меня получилось так что мне единичка но тут ошибка да в поиск минимума идет до надо было максимума и логично что ну как бы если человек это называется вот на понял задачу чуть-чуть правильно он бы сделал вот так до значки логично и поэтому я буду считать что вот как сказать я даже это не буду считать за существенную ошибку ну это реально существенная ошибка но но все-таки давайте ее не считать а вот то что у нас единичка вскочила сразу да сразу вскочила в два максимума это нехорошо да а иначе какой смысл поиска двух максимальных ну берем на этих они максимально распечатывая его два раза ну или двух минимума вода в данном случае это нелогично да поэтому это явная ошибка то есть вот здесь что-то надо делать вариант номер один отказаться от предварительного считывания первого элемента потому что это бесполезно вариант номер два да ну а тогда вопрос чем сюда что туда закладывать вариант номер два считать первые два элемента если гарантирован если фильтрации нет и при этом я гарантированно уверен что считываемые элементы у меня считываемых элементов точно не меньше двух на то то здесь я не не учту терминальный элемент да но дело в том что у меня может оказаться такая история что вот эти два максимума да они в неправильном положении поставлены то есть уж если я вот так решил да то что может оказаться но я переделал на поиск максимуму поэтому сейчас я сделал так смотрите десятка а лучше давать девятка сейчас увеличим размер шифта парка вашим был макс чуть громче можно говорю то что в первом условии когда предпочитать что x больше максимума 1 на сказать то что максимум меньше равен максимуму большего максимуму больше равен x у а там же хорошие да ну давайте сейчас одну секундочку я вот добавлю да вот покажу эту ситуацию смотрите да то есть он мне должен был распечатывать первый максимум в начале а он распечатал второй должен был потом 2 он распечатал 1 то есть их порядок да надо выстроить дара и даже если я их вот так туда запихиваю да то на самом деле вполне вероятно мне их нужно поменять местами да я могу спросить если максимум 2 больше чем максимум 1 до поменять их местами ну для этого в принципе есть функция такая swap то есть я рассказывал о том что есть обмен через третью переменную но можно воспользоваться встроенным готовой функции которая обменивает две перемены местами ну я просто часть не буду это делать да вот я воспользуюсь ей как готово все понятно да вот так можно да вот так вот можно сделать и тогда у меня по крайней мере не будет возникать таких ситуаций что они встали не в свои позиции да то есть с инициализации можно так решить этот вопрос давайте это самое прогоним да вот этот вариант до черный делал 9 10 1 2 3 ну все там 0 в конце пожалуйста 10 9 он их переставил если надо если не надо переставлять не будет и конечно если есть фильтрация то вопрос в том что первые 100 чисел могут вообще них не входить и не годится то есть вот это вот оно будет в начале циклическим поиском дайте найдем первое отчетное число но если максимум среди четных пару максимумов среди четных еще что можно сделать проще проще вариант такой отказаться от инициализации сразу иксами и пусть у меня все иксы заходят типичным образом уже через цикл тогда туда надо что-то положить что туда положить вариант 1 некая флаговое значение то есть такое значение которое по сути будет означать ну как false да как и если бы это был питон я бы туда мог нам положить то есть что-то какого-то тут и условно ну ну ptr но нельзя нул ptr туда класть потому что это целая переменные целого типа там может в си плюс плюс строгая типизация там может храниться только целое да а потом спрашивать если x больше чем м1 или м1 не занят ну то есть в нем то самое false вое как бы значение да непригодное так можно так можно сделать да вот а можно попробовать схитрить и сделать этот самый как он там назывался int min да вы правы тут видите in 64t да я если честно не помню какая там константа ну получается что с 263 должна быть до 2 в степени 63 не знаю что я боюсь что он если вот так вот сделаю это единичку сдвигаю налево на 63 битовых разряда ну не самый лучший на самом деле сейчас я не знаю как мне быстро сгенерировать эту константа чку проще и все-таки достать из limits c limits и добыть оттуда это значение как него добыть int 64 сейчас секундочку а в лимит там же еще и старые те самые сейчас одну секундочку вы там искали то в подсказках было интеграл констант я прошу прощения но мне правда очень плохо слышно если чуть чуть громче можно говорю в подсказках было интеграл констант вы это искали в подсказках интеграл константы были я чуть не заметил где вот и что ну нет это не то нет я пытался солнце чтоб мне констант очку выдал короче ладно лонга лонг мин да вот он это значение да но его можно вот взять вот просто л лонг мин вот то есть положи подложить туда минимально возможное значение которое только вообще возможно для этого типа да и тогда у меня автоматически первый же x который реально окажется он там окажется а факт того что вообще таких значений нету я могу проверить ну что там это значение не равно вот этому мы единственное чего хотелось бы это только убедиться что иксы которые будут вводиться с клавиатуры не достигают в нижнем своем диапазоне не достигают вот этого вот лонг мин ну ну то есть это в принципе конечно разумно а иначе я как я буду в принципе а вдруг они еще больше уходят за пределы до в отрицательную область я же не могу туда шагнуть то что эти числа в принципе не хранятся в моих целых числах я прошу прощения довольно долго разбираю мне очень хочется чтобы вы посмотрели на как сказать в программный код реально до написанный вход какие в нем могут быть глюки так вот написал один из вас эту программку и вот я ее ковыряю и довожу разными вариантами так двигаемся вперед это в принципе вариант до при условии что у меня это число минимально находится за пределами диапазона но и это правильно если я ищу именно максимум проверка того что в принципе они найдены разумно и будет состоять в том что у меня соответственно вот эти значения м1 м2 они не равны лонг мин да ну я могу тут написать такой если м1 равняется лонг мин или м2 равняр равно равно л лонг мин а я напоминаю что очень важно не ошибиться вот здесь ни в коем случае не сделать равно это критическая ошибка если присваивание здесь произойдет то присваивание в си плюс плюс происходит прям вот в условных выражениях поэтому будьте осторожны короче вот вот в этом случае я могу на самом деле отказаться от распечатки самих максимумов да а вывести что собственно значит вера зноу точнее лучше зоро но ту нам раз и сок сэшин получи короче говоря двух чисел на последовательность слишком короткая или может там сок сэшин из ту счет короче и только в случае если они оба соответственно если они оба у меня истинные да то есть истинные то есть они у меня не равны на обратно они не равны лонгмин да то они заменены на другие иксы оба да и тот и тот вот ладно но я что хотел сказать что здесь мы решили сейчас вопрос с инициализацией решили вопрос с инициализацией в принципе я могу немножко даже еще по папа папа это по вредничать сказать давайте лучше сделаем инициализацию прям при их создании на икса поближе опишем к моменту когда он считывается то есть ну вот повредничал все двигаемся дальше теперь поехали дальше вот эта логика тоже неправильная что не так давайте ее рассмотрим давайте рассмотрим на вот таком вот в трампли не вот меня первая вторая позиция прошу прощения да это первая позиция что здесь происходит приходит очередной конкурент некий x да соответственно это м1 это м2 и он говорит а ну-ка я вдруг я сильнее того кто стоит на позиции м1 что он делает говорит если я сильнее тебя топ шел прочь отсюда логично да я сам встает на его место но оказывается допустим да это допустим хорошо но допустим оказалось что он не сильнее его тогда он говорит а вдруг я сильнее тебя тот кто стоит на позиции м2 и если он его победил то этот шел прочь отсюда а теперь давайте рассудим у меня пришло число до которая заняла первую позицию число ну например сейчас тут у меня такой ситуации не будет но я ее сейчас сделаю например 14 часа к секундочку 12-15 вот такая вот последовательность 14 12-15 в серединке что произойдет единичка там вначале займет свою позицию да потом что он произойдет . вот здесь вот давайте я теперь в этих самых в числах единичка заняла позицию вот здесь вот здесь у меня условная минус бесконечности этот л лонг мин да дальше приходит число 14 14 в первую очередь пытается сбросить единичку и успешно ее оттуда сбрасывает единичка забыто 14 встала вот здесь приходит 12 да что она делает он говорит могу эти скинуть нет я слабее тебя тогда встану-ка я вот сюда я сильнее чем минус бесконечность я займу вот эту позицию итак что произойдет дальше приходит число 15 15 пытается соревноваться с 14 и она оказывается больше чем 14 и 14 идет лесом понимаете мы выбрасываем 14 из рассмотрения 15 встает на свою позицию да я даже могу закончить после этого да все терминальный элемент 0 пришел и оказывается что мои два значения равны 15 и 12 здесь надо сказать следующее что старое значение максимума не должно быть выброшено то есть вот вот в этой ситуации вот тут ошибка неожиданно да вот тут если я вот так вот стираю старое значение м1 да а ведь мое условие какой что м1 всегда больше либо равно м2 тогда надо было старого чемпиона в начале переместить на место старого 2 вице-чемпиона на вот вот туда его сбросить и только после этого присваивать сюда икса понятно то есть нужно было 15 14 когда пришло 15 отправлять не лесом скопитации а ну я сильнее самого сильного да тогда 14 должно было сместить 12 а 12 идет лесом понятного логика да товарищи участниками да понятно и вот теперь вот в этой версии эта программа реально будет работать понятно ну мы давайте запустим прогоним и разочек да то есть это можно обсуждать анда не идеальность какую-то еще до доводить какие-то вещи там юз кейсы но теперь она будет работать при предсказуемых предсказуемых разумных там данных да вот пожалуй сейчас на 15 14 выдает я почему и хотел рассмотреть что человек глобально логику понял да но вот этот вот момент с максимумом не понят да и с инициализации то есть попытка взять впихнуть один x да давайте сразу два максимума так инициализируем не работает то есть тут приходится либо идти через вот минимальное допустимое значение либо вставить туда какой-то можно если 0 является недопустимым значением да поскольку он там терминальный например да то я могу тогда вот здесь вот спрашивать если x больше m1 или m1 равно равно 0 то есть тоже как вариант допустимом давайте остановимся на этой версии и перейдем к сегодняшним темам что мне нужно сегодня с вами поговорить про поговорить про делимости и так я хочу с вами поговорить про специфическую математику которая живет в мире информатики совершенно естественным образом деление с остатком да точнее может быть даже деление и остаток или остатки и хочу конкретно обсудить такие специфическую математику она называется кольца вычитав по модулю кольца вычитав по модулю м так что они ограничены по длине что у меня в числе подчеркивание т вы думаем его нет да то есть самое минимальное это 8 8 битный вот я специально вот я специально сделал даже можно еще меньше давайте и так 3t. Тогда 3-битовые числа будут. Тогда что? Минимальное число будет 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Больше невозможно комбинаторно никаких сочетаний представить. Ну и соответственно этим я кодирую числа ровно по двоичной системе исчисления. Вот. И это будут неправильно я сказал. Это беззнаковый уинт. Уинт 3 подчеркиваю. Беззнаковый. То есть в нем не отводится ничего под хранение знака. Вот именно так вот существует. Вопрос. А что будет если я в этот x положу семерку вот в такой вот и прибавлю к нему единичку. И потом распечатаю его. Ну еще раз. Тип выдуманный. Но что произойдет? Ответ следующий. Минимальное значение равно нулю. Максимальное значение не включительно. Восьмерка не включительно. Равняется семерке. Да. Семерке. 1 2 3 4 5 6. И вот я говорю так. Я шагаю вперед вот сюда. Вперед сюда. Вперед сюда. А потом когда я выезжаю вот сюда из семерки пытаюсь выпрыгнуть вправо. Я припрыгиваю слева. То есть я увижу вот здесь на самом деле нолик. Ну если бы был у меня такой вот компьютер трехбитовый. Я к чему? Что если там будет у меня восьмибитный. То соответственно у меня максимальное значение будет 255. Ну и 255 плюс 1 будет равняться нулю. Да. Это очень сильно напоминает работу часов. Часов вот таких вот циферблатных. Да. У вас есть 12 часов. Час. Два. Три. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Да. И вот ваша стрелка. Часовая. Да. Она поворачивается соответственно вот так вот поворачивается поворачивается и вы когда вы прибавляете к одиннадцати еще один час то вы переходите к двенадцати. А еще один час переходите к единичке. Математически было бы корректнее вместо двенадцати поставить ноль. Ну просто в те времена когда часы делали число ноль еще не было популярно. Не было известно. Вот. И фишка в том, что мы именно что можем крутить туда и проворачивать сквозь него. И можно проворачивать сквозь него не один раз. И вот этот вот такой способ взять и как сказать вернуться к вот этому базису. То есть возможность выпрыгнуть туда и припрыгнуть сюда напоминает как в игре змейка когда змейку в некоторых играх змейка есть проходит через которых можно проползти направо и тогда он приползает слева. Ну в принципе такие игры существуют одноэкранные влево тогда вправо. То есть получается мы можем сказать иначе. А если у меня х например равняется нулю и я сделал вычитание тогда я я увижу семерку и то же самое сработает если я вычитаю больше чем единицу минус равно например там три да то я соответственно сюда припрыгну на раз два три и у меня получится пять у меня получится тогда пять возникает такая очень интересная специфическая несколько арифметика да то есть например а что будет если я в этой арифметике сделаю пять плюс пять числа десять не существует что произойдет будет по сути посчитано как бы число десять но по модулю восьмерки дело в том что все вот это дело это пространство кусочек целочисленной прямой множество целых чисел по модулю восемь да то есть вот когда я говорю по модулю н это имеется конкретно какое-то число вот это множество называется кольцо вычетов по соответствующему какому-то модулю и в нем существуют только остатки при делении на вот это число от нуля до семи да в данном случае соответственно десять по модулю восемь это будет что ну то есть остаток при делении это два значит пять плюс пять равно два ну правда математик допишет тут все-таки не совсем корректно да но он упомянет он скажет я живу сейчас в специфическом мире я живу сейчас вот в этом мире по модулю восемь да для многих вещей это дело используется в частности там при расчете там рса используется расчетом быстрого заведения в степень в пространстве по модулю n вот но самое главное что мы в принципе когда работаем с компьютером мы в принципе уже живем в кольце вычетов по модулю понятно то есть мы уже живем в остатках есть некоторая тонкость дело в том что в си плюс плюс деление да давайте какой-нибудь возьмем каком-нибудь конкретное число и посмотрим а как работают операции деления и взятие остатка ну собственно как происходит деление деление происходит при помощи вот такой операции в отличие от python нет операции двойная косая черта потому что вот это вот это уже комментарий зарезервировано именно для комментариев это тоже плохо это из скажем так ну из тех времен наследие такое неприятное наследие где в языке вот есть рудименты я бы сказал да вот приходится с этим жить просто уже по факту мы же не можем выбросить весь программный код наработанный на языке да и поменять весь язык ну это просто новый язык будет поэтому какие-то ключевые вещи уже не меняются так вот деление устроено следующим образом если я делю целое на дробное или дробное на целое тогда результат этих вычислений будет являться дробным либо дробное на дробное а вот если у меня целое число делится на целое даже если они разных разных размеров с точки зрения количества бит один 16 бит на другой 32 тогда произойдет переход к числу большей битности то есть произойдет такой втихаря неявное преобразование к более широкому числу одно из этих чисел будет перегнано в более длинный формат и будет произведена соответственно операция целочисленного деления то есть вот это деление целочисленное тогда и только тогда когда оба этих числа целочисленные ну я просто помечу int а взятие остатка берется при помощи операции процент это остаток здесь без вариантов эта операция для дробных чисел не определенная для дробных чисел этой операции не существует соответственно вот так вот я получаю частное а вот так и получаю остаток давайте буковкой r его обозначу r равно x по модулю y это можно произносить по модулю слово модуль в английском языке называется вот так абсолютная величина absolute то есть то что мы по-русски называем модуль они не называют модуль в английском языке вот это да вот вот это да функция называется абсолютное значение величины абсолют а модуль да по модулю да будет означать ну в контексте вот этом да деление будет означать по сути взятие остатка по-русски так удобно говорить тоже x по модулю y да то есть я беру x который где-то там да и беру его по модулю y как будто я взял всю ось нарезал на отрезки длины y да да и x он мог быть где-то там да он мог быть где-то там я этого x говорю возьмем вот все эти отрезки и переложим вот так вот да как бы разрежем эту ось и вот эти кусочки сюда все настыку где же этот x вот в этом пространстве куда он ляжет оказывается что x по модулю y да он у меня естественно всегда меньше y да лежит в пространстве от нуля до y но есть такая тонкость да то есть я специально сейчас объяснил про абсолют да абсолют чтобы вы поняли это не про то абсолют это не то не путайте взятие модуля в спорусске то есть абсолютной величины да и остатка по модулю остаток по модулю то есть остаток при делении на так вот есть проблема дело в том что когда я буду 17 делить на 5 то результат будет равен 3 а когда я буду 17 брать остаток при делении на 5 результат будет равен 2 ну и это логично почему потому что 3жды 5 плюс остаток будет равно 17 да то есть это на полях я могу себе отметить что все норм да все нормальное частное помноженное на делитель да плюс остаток дает как раз делимое замечательно так вот а что будет если у меня число знаковое отрицательное например минус 17 я делю его на 5 это не совсем тривиальная ситуация дело в том что при взятии остатка по модулю 5 да у меня 17 она находится вот тут да это 0 минус 5 минус 10 минус 15 а это минус 17 да вот оно это число соответственно вопрос чему равно частное определение на 5 в этом случае ваше мнение господа 4 частное определение на 5 в данном случае минус 4 скорее просто 4 нет коллеги минус 4 минус 4 минус 4 товарищи Маша Иванова там давайте кто кто готов ответьте пожалуйста минус екатерина я почему-то не слышу ничего простите еще раз а я это я думал что шумит просто еще раз у меня звук не слышно ничего было минус 4 минус 4 минус 4 остаток 3 вот вас хорошо учат в 15-14 потому что вы понимаете логику и вы говорите остаток в данном случае должен частное должно быть вот тут а остаток по-любому должен быть положительным да говорите количество шагов налево да будет у меня равно 4 то что мы добавляем для того чтобы получить фактически делимое частное должно быть меньше а точнее целая часть должна быть меньше нашего улучшения я прошу прощения потерял я не услышал можно еще раз ну то есть фактически у нас поскольку остаток это то что мы добавляем до делимого поэтому мы это прибавляем остаток да и самое главное что по логике вот этой специфической целочисленной математики колец вычитав по модулю нам необходимо чтобы результат взятия по модулю взятие остатка давал нам обязательно не это самое не отрицательное число в диапазоне от нуля до n не включительно но дело в том да что питон здесь работает правильно математически правильно питон вам скажет так питон скажет частное будет равно 4 да и питон скажет минус 17 по модулю 5 равно будет ну чего 3 да то есть от минус 23 но си плюс плюс делали не математики точнее нет си плюс плюс да ну Бьерн Струструб его делал его делали точнее его делали на основе си который является архитектурно ориентированным языком то есть он работает так как работает процессор процессор Intel да и другие в том числе процессоры я уж не знаю как какой был там процессор первая машина на котором все делали я уж не помню короче в популярных архитектурах процессоров к сожалению деление отрицательных чисел происходит не математично и там у нас будет минус ой я написал я минус кажется тут забыл написать я написал плюс 4 минус конечно там было минус 4 так вот нет здесь будет минус 3 а остаток получится елки-палки отрицательный это не математично но с этим надо жить понятно то есть надо знать что в языке си плюс плюс да вычисление остатков по модулю для отрицательных делимых будет работать неправильно некорректно понятно у нас получится какая ситуация минус 3 да еще раз и тут минус 2 то есть вот что называется вот ровно то наоборот что с этим можно сделать а что тут ругаться что тут можно с этим сделать если число у вас отрицательное да если число отрицательное а вам надо посчитать настоящий остаток при делении на то тогда следует понимать что вот получающееся число да если оно не равно если оно равно нулю то нулю да уж если ноль то значит просто поделилось на целом тогда все норм а если оно не равно нулю да то тогда нам необходимо из модуля по которому мы это вычитаем да вычесть это ну то есть по сути прибавить да прибавить к этому значение по модуле чего мы вычисляем остаток понятно ну точнее я не то не то прибавил да пятерку надо обвести да к этому числу нужно прибавить пятерку логично но это только в том случае если этот остаток не ноль да когда он не ноль а если он ноль тогда ну да надо оставлять как есть ноль да если ноль тогда не надо прибавлять есть такой способ я могу к результату да к вот этому вот остатку к r да прибавить к нему значение модуля да равно давайте я так напишу равно r плюс ну я его по модулю n назвал да вот предположим что мне эта штука это n соответственно да называется да плюс вот то по модулю чего я это дело считал да и потом снова взять остаток при делении на n ну это такая хитрость которая позволяет записать в одно уравнение хотя реально я тут вставлю операцию деления а потом может быть и прибавлять не надо если он равен нулю то есть на самом деле это можно записать иначе этот способ математически это выразить можно записать иначе дело в том что все есть условные выражения мне нужно в этом случае рассчитать прибавлять мне n чтобы получился положительный остаток или нет я могу сказать так он равно а дальше я формулирую так если r равно равно нулю дальше я это в скобках написал вопрос и дальше я пишу значение которое надо вернуть и присвоить в r если это правда ну если это правда тогда туда нужно просто ничего и не нужно туда просто r или 0 не важно он же равен нулю поэтому я скажу если правда ну допустим нуля туда а двоеточие будет отделять вот это высказывание которое если вот это вот правда от той ситуации вот это 0 если правда а если это не правда ложь да false тогда выражение вот здесь да второе выражение если ложь а если ложь тогда мне что нужно сюда вернуть и присвоить в r r плюс n вот такое вот высказывание представляет из себя тернарный оператор вот эта штуковина да вопрос двоеточие называется я сейчас его выделю вот так вот тернарный оператор это способ компактно записать значение выражения которое может быть такое может быть такое давайте я про тернарный оператор еще раз отдельно запишу да чтобы вот эта конструкция у вас легла его бывает красиво использовать потому что маленькое количество строчек получается очень удобно да давайте я про него скажу тернарный оператор смотрите периодически возникает такая ситуация что мне нужно положить в какую-то переменную какое-то значение зависящее от других да ну например вычислить то же самое абсолютное значение величины да сейчас короче нет и даже не знаю может модули не надо ну не знаю как в математике бывает когда у вас функция в зависимости от обстоятельств ведет себя по-разному там здесь она была минус x а при x положительном она должна равняться 2x ну бывают же такие да там когда у вас две функции как-то сочетаются друг с другом у вас она кусочечная эта функция ну и вам нужно чтобы y равнялся либо минус x либо 2x и вот вы хотите сказать и вы скажете так если x меньше нуля ой простите не пойти а на си тогда что тогда y равно минус x точка запятой иначе да y равно что там 2x да фигурные скобки фигурные скобки в данном случае не обязательно я их не буду ставить да вот бывает такая ситуация нам по-любому присваивать результат в y в зависимости от какого-то значения так вот в этом случае я беру и говорю давайте вот это условие да запихнем в тернарный оператор я все все равно присваиваю в y y равно присваиваю дальше я пишу x больше нуля да вот в таких вот скобочках x больше нуля дальше я говорю вопрос который по сути да утверждает что это на самом деле не то я кладу а это я спрашиваю да а дальше если правда то какое значение у меня ляжет вот это значение если правда и вот это значение если ложь минус x двоеточие соответственно что у нас тут будет 2x ну надо сказать что у этих операций вот это тернарная операция почему тернарный потому что у него по сути три операнда вот они так вот у тернарного оператора скобки в принципе вот эти ставить не обязательно то есть у него низкий приоритет и он выполняется даже после сравнения больше меньше либо равно равно или в отключательный знак равно ну правда когда он используется с макросами тогда там хуже дело обстоит но макрос это вообще зло а так можно и вот эти скобки в принципе и не писать и еще интересный момент что если у вас есть вот здесь если а иначе если а иначе если то вы можете вот сюда вот добавлять продолжать вот это дело а иначе написать вот здесь какое-то условие да вопрос дальше двоеточие значение если да else соответственно двоеточие еще раз значение если нет то есть вот эта вот штуковина она может продолжаться да и даже есть такой способ выстраивания тернарного оператора в вот в такую вот конструкцию трата там да вопрос минус x да двоеточие дальше следующее x больше x меньше минус 5 допустим да следующий вопрос тогда но это если чем от минус 5 значение какое-нибудь там еще левое там не знаю там 5 да 5 сколько там будет не 5 сколько там получается x минус нет x плюс 10 да где-то так x плюс 10 двоеточие и только в самом конце я напишу что она ровно там минус x точка с запятой да то есть вот такая конструкция в которой эти тернарные операторы они собираются в такую если иначе если иначе если я такое встречал то бывает иногда очень красиво редко но в принципе бывает красиво да и это все равно если у нас если иначе если я все равно все присваивается в ту же самую переменную так ладно значит короче поговорили мы про остаток при делении по модулю и что в принципе мы когда работаем с целыми числами то мы живем среди соответственно какого-то вот этого пространства да z там по модулю 256 это если у меня уинт 8t да если у меня там 16-битные то соответственно 2 в 16 ну по модулю 2 в 16 будет да пространство чисел вот но дело в том что иногда нам бывает необходимо и удобно самим создать и поддерживать вот такое пространство чисел типичная задачка на это дело есть про ну во-первых про часы про времена да это дело работает вот а есть задачка такая про мотоциклиста на МКАД она относится к простейшим задачкам и тем не менее в ней необходим бывает вот условный оператор для языка C++ на питоне она решается одной формулой там не надо никакого ветвления у меня уезжает камера простите пожалуйста она не слушается меня сейчас я чем-нибудь воткну чтоб она встала надеюсь это ее заткнет мотоциклист на МКАД находится значит предположим что на МКАД есть нулевой километр длина МКАД слушайте я не помню к сожалению длину МКАД может она 109 кажется в задачке кажется было 109 108 и 9 189 108 и 9 109 я буду считать 109 КМ соответственно мотоциклист находится вот в этой точке нету мотоцикла к сожалению мотоцикла нету есть вот такой велосипед трехколесный мотоциклист стартует с этой точки и собирается ехать причем ехать он может либо по часовой стрелке либо против часовой стрелки что так же возможно у меня нет другого направления нету другого направления только есть спортивный болид который может ехать в том направлении то есть у него возможно направление по часовой стрелке мы будем называть его положительным и направление против часовой стрелки там я не знаю я могу машину вот так поставить чтобы хотя бы машина была не важно соответственно смысл следующий либо отрицательное направление так вот все таки вернем условный мотоцикл нам дается с какой скоростью ехал этот мотоциклист в первой строке сколько часов он ехал с этой скоростью нам необходимо ответить на вопрос в каком месте на каком километре МКАД мотоциклист остановился нам это дано да соответственно нам требуется ответить стартует с нулевой точки требуется ответить позицию в километрах МКАД вот если это положительное число тогда вопросов нету это целые числа мы берем соответственно считываем два числа ЦИН прошу прощения В Т они целые я их там заложил да и я просто вывожу на экран СИАУТ В да умноженное на Т в скобках разделить на 109 по модулю не разделить да а взять остаток при делении по модулю соответственно вся задача она состоит вот по сути вот в этом но нет не все так просто в СИ плюс плюс это не ответ это подготовка к ответу мне необходимо это значение сохранить а дальше сделать ровно то чем я говорил да положить туда либо значение ноль если он равен нулю то есть если он оказался вот здесь то неважно в плюс он ехал или в минус он ехал да вот но он у меня соответственно если он у меня отрицательный нужно его выгнать в положительное значение да если он ноль то его трогать не надо так вот что я скажу ему да если Х отрицательный я говорю Х меньше нуля вопрос Х меньше нуля в этом случае к нему необходимо прибавить 109 а если нет тогда не надо все точка с запятой вот она использование тернарного оператора а а ведь у нас скорость положительная мы имеем ввиду движение только в одном направлении скорость не только положительная нет в зависимости от того в положительную сторону едет или в отрицательную входной В может быть знаковым то есть здесь именно в этом то и фишка то есть вот без вот этой дополнительной правки да эту задачу не получится решить да то есть это таково выправление языка С++ в сторону математики не в сторону питона а в сторону математики так ладно давайте сделаем перерыв вот минут 5 и после пятиминутного перерыва я вам расскажу еще про псевдослучайные числа и дальше еще про позиционные системы счисления пообщаемся потому что до них дело дошло отдыхаем 5 может быть даже 10 минут сегодня длинного перерыва не будет итак мы с вами сейчас должны поговорить про псевдослучайные числа дело в том что это очень простая красивая тема я буду говорить про конкретные псевдослучайные числа про арифметико геометрическую последовательность да если вы помните что такое арифметическая последовательность что у нас есть какое-то начальное значение да старт дальше до тех пор пока мы не достигаем какого-то стопового значения ну или короче говоря неважно сейчас каким образом да но следующий шаг происходит очень просто да мне необходимо что сделать прибавить к этому числу некоторое значение ну или там не знаю х равно давайте х плюс д где д это шаг последовательность да если я делаю геометрическую последовательность то это что у нас х равняется некоторому стартовому значению да что мы делаем для того чтобы шагнуть на следующее значение я говорю х равно х домножить на какое-то давайте б если я делаю арифметико геометрическую последовательность да то результат какой х равняется старому х домноженному на б плюс д я приводил пример такой последовательности когда у нас д равно 1 б равно 2 да тогда у нас из единички получается тройка тройка умноженная на 2 6 плюс 1 7 да 7 умноженная на 2 плюс 1 15 да ну одна из таких красивых да 31 да потому что она идет эта арифметика геометрическая прогрессия идет ровненько по степеням двойки за вычетом единицы красиво а теперь смотрите да ну это так пример частный вот такая вот логика очевидно что геометрическая прогрессия очень быстро растет ну просто по любому она быстро растет да и она покинет пространство имеющихся чисел да если я возьму целые числа по любому модуле не важно там 2 в степени 32 там 32 битные беззнаковые числа возьму да у меня все равно существует какое-то предельное число например 2 в степени 32 без единицы извините пожалуйста там людей ага одного вижу да то есть смысл следующий даже если я буду стартовать с единицы даже если геометрический шаг равняется двоечке все равно да я очень быстро оттуда выберусь да я оттуда выберусь потому что она будет разгоняться да то есть она будет разгоняться очень быстро и в какой-то момент мы вылетим за пределы пространства в котором живем понятно то есть если мы не заставим компьютер целенаправленно жить в длинной арифметике то есть с длинными числами многоциферными а в питоне то это реализовано автоматически а в c++ нет поэтому в c++ вы сталкиваетесь с тем естественным что есть в архитектуре самих процессоров да то есть с ограниченностью самого пространства чисел с жизнью в кольце да то есть если мы оказывается в арифметику арифметическую прогрессию и геометрическую прогрессию соответственно поселяем в кольцо да по модулю n ну этот модуль у нас типичный 2 в какой-то степени да по модулю там ну 2 в степени k да то есть это равно некоторому числу n да по которому мы это дело делаем так вот получается что мы вылетаем куда-то а возвращаемся сюда а если а если мы сделаем вот это b не слишком маленьким не двоечкой ну а что-нибудь побольше 17 74 вот мы его возьмем каким-то да и у нас получается что такое пространство такой кусочек вот этого пространства чисел вообще который можно закодировать да будет равен если 17 значит 1 17 я имею ввиду такой кусочек при котором не происходит переполнение понимаете то есть еще раз я могу сделать явным образом взятие остатка по модулю n ну а модуль n я говорю 2 в степени k обычно типичный типичный да 2 в степени k где k количество бит да бит на число ну точнее на регистр да по сути на расчетный на расчетный регистр в котором это происходит обычно там 16 бит 32 бита 64 бита но на самом деле да возможны и другие варианты да то есть вот это вот число не обязательно не обязательно такое да по модулю ну давайте m я его назову в данном случае так вот чаще всего будет происходить переполнение при вычислении вот этого действия мы вылетаем далеко за пределы этого m и даже перепрыгиваем его в несколько раз то есть вот возьмем условно отсюда и увеличим это в 17 раз ну куда-то улетает вот туда но нам это не важно если мы берем по модулю m то мы все равно в конечном счете приземляемся сюда же но предсказать это место нет математически пожалуйста бери да считай но предсказать это место становится сложно в результате число из которого я прыгнул и следующее число в которое я попадаю при этом они напрямую то есть они функционально зависимы да то есть это предыдущее значение и минус первое а это следующее и т да ну или если я считаю это нам назову его и там да тогда это по сути и плюс первое значение да они это x и ты это x и плюс первый да а для другого икса причем может быть очень близко стоящего рядышком для другого числа если я буду вот так вот прыгать то я окажусь в каком-то совершенно другом месте понимаете потому что умножение на большое число которое ну не то что там оно равно м да но оно просто такое существенное да оно приводит к тому что я заведомо вылетаю за пределы м дополнение вот этим вот плюс д это какой-то каким-то дополнительным еще смещением мы добавляем немножко еще такой вот ну как сказать рандомности да и оказывается что арифметика геометрическая прогрессия в кольце вычетов при правильно подобранных вот этих трех параметров называется во-первых название ее линейное ну потому что это в принципе вот эта штуковина она линейная да е-мое что у меня камера прям вообще поползла вот она не хочет стоять что ты с ней делай короче линейный конгруентный алгоритм линейный конгруентный алгоритм и в тех местах где нам не требуется не требуется защищенность предсказания следующего числа где не требуется секьюрность генерации случайного числа этот алгоритм прекрасно работает причем он еще и воспроизводимо работает то есть если мы хотим еще раз генерировать ту же самую псевдо-случайную последовательность то нам достаточно просто начать с того же стартового значения это стартовое значение еще называют семечко seed соответственно туда как сказать кладут какую-то семечку стартовое значение и последовательность будет воспроизводиться ровно с того места с какого надо соответственно можно генерировать такие последовательности самостоятельно я не буду сейчас тратить на это время я просто покажу чтобы вы про это знали я в википедии открою, и мы посмотрим на параметры. Потому что реализация этого на самом деле не сложна. Да, единственное, что причины останавливаться по стоповому значению не будет. То есть нам придется останавливаться по принципу, сколько штук таких чисел нам надо сгенерировать. Так, сейчас еще раз. Линейный конкурентный метод. Так. Соответственно, не обладает, еще раз говорю, криптографической стойкостью. Да, в стандартных библиотеках различных компиляторов он используется. Логика вот такая. Да, а дальше вопрос в том, что необходимо выдать какой-то выдать какую-то табличку. Да, вот видите, табличка о хороших констант для линейных конкурентных генераторов. Печально известен неудачный алгоритм Ранду, который на протяжении многих десятилетий использовался в компиляторах. Вот, естественно, что это сказалось на большом количестве всяких вычислений, вполне вероятно, и научных статей, то есть, оно вот плохие случайные числа получались. Вот видите, у них там есть как это называется, корреляция очень такая специфическая. Ладно, короче, вот есть константы разные для разных языков, да, и соответственно, есть так называемый эффект переполнения. Псевдослучайная последовательность обязательно переходит в циклический режим. То есть, она потом обязательно попадет в то же самое число, которое уже было сгенерировано. Вот. Здесь прям, видите, да, есть это готовый вариант, да, поэтому можно просто взять и сгенерировать. Да, и еще, видите, там есть такая штука, что специально потом отбрасывается как бы лишние, что ли, числа, да. То есть, оно вычисляется в одном диапазоне, а если нам необходимо псевдослучайные числа меньше, то нам не обязательно необходимо менять само вот это М. То есть, я беру случайные числа из большого диапазона, а когда мне понадобится какое-то число в диапазоне там от 0 до 100, то я беру само вот это вот случайное число и беру его просто по модулю необходимого мне n. И обычно, если n и n меньше, чем m намного, то это не сказывается на распределении случайных чисел. И линейный конгруентный метод или алгоритм, он хорош с точки зрения равномерности распределения чисел. То есть, все числа примерно равновероятны. Никакого преимущества у одних перед другими нету. так ну что же, сейчас я еще раз немножко самокамеру попробую фиксануть, чтобы она не ехала. Что с этим делать, не знаю. а это не в ту сторону уже. Все, чехура, это хорошо. Ладно, второй момент, который мы сегодня обсуждаем, это про позиционные системы числения и цифры. Это очень тоже простая тема. Вопросы есть по псевдослучайной последовательности? Хотите, погенерируем? Это, ну как сказать, можно легко взять готов в реализацию и сразу запустить? Я буду считать, что нет. Потому что хочется еще успеть поговорить про числа, а потом про простые числа. Анализ цифр. я надеюсь, что все вы хорошо знаете позиционные системы счисления. И я не буду вам про это дело рассказывать еще раз. Отрицательные числа мы сейчас не рассматриваем. Просто давайте разберемся с анализом цифр. Анализ цифр в позиционных СС. Когда мы хотим узнать какую-то цифру числа. Последнюю цифру числа. Что мне нужно для этого сделать? Вот допустим, в десятичной системе числения число 179. Ваши конкурента. Вот как мне узнать здесь цифру 9 у этого числа? Вот она лежит в числе х. Вот как мне в этот момент вычислить, вытащить оттуда последнюю цифру? Очень просто. Мне требуется взять остаток этого х при делении на 10. А если я хочу узнать последнюю цифру в другой системе счисления, то соответственно при делении на что-то другое, ну давайте я сейчас не буду на что-то другое писать, давайте пусть будет допустим десятичная система счисления, но если я добыл сюда девятку, а теперь я хочу проанализировать и добыть другую цифру этого числа, как мне быть? Мне необходимо у этого х зачеркнуть эту самую последнюю цифру. Каким образом? х разделить на 10, ну в данном случае целочисленное деление с отбрасыванием остатка. А потом еще раз. Тогда вот эти два действия мне необходимо зациклить, зациклить и сказать пока пока что х не равен нулю. Абсолютно верно. Почему? Потому что в конечном счете я зачеркну одну цифру, зачеркну вторую, зачеркну третью, в какой-то момент зачеркнутся все. Ну в смысле зачеркнутся, то есть просто остаток станет равен нулю. Я это дело вижу в самом иксе. Надо сказать, что после этого х больше не пригоден. Поэтому если он мне еще нужен, то тогда мне нужно не портить сам х, а скопировать его значение, если он мне потом еще нужен, то тогда мне нужно что? Скопировать его в какую-то переменную под размалывание. Я буду перемалывать у, пока у не равно нулю. Кстати, то, что я написал, пока х, оно и в питоне и в си будет работать. И в питоне и в си х не равный нулю, он правда, а равный нулю ложь. Так что на самом деле можно просто пока у. Короче, еще раз, я должен понимать, что вот здесь происходит раздалбывание этого числа, и если оно мне дальше нужно, тогда пожалуйста, вот теперь х пригоден к дальнейшему использованию. Вот, ладно. Что хочу еще? Да? Получается в последней итерации мы берем 1 равно остаток деления 1 на 10. Да, ну естественно остаток да, да, остаток будет равен единичке. Да? Ну остаток числа. Еще раз. мы не получаем так бесконечный цикл. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что, вот смотри, давай 179 делим на 10. Да, у меня получается минус 170 остаток 9. Да, частная 17. Продолжаем делить на 10. Вы же помните, наверное, эту схему для позиционных систем числей. Я не хочу ее рассказывать. Я же все-таки надеюсь, вас-то учат этому делу. Мы говорим остаток 7, частная 1. В этот момент, когда вас учат в школе просто считать число в другой системе числений, вы говорите отлично 179. Я просто к тому, что тут могло быть не 10, а что-то другое. Но я имею право продолжить это дело делить. Я говорю, давайте еще раз возьмем остаток при делении на 10. Частное равно нулю, а остаток единичка. и вот этот вот 0, момент, когда мое частное становится равным нулю, я как раз и фиксирую как момент, что все, ребята, все, цифры кончились. Понятно? То есть при компьютерном анализе цифр мы делаем как бы в каком-то смысле одно дополнительное деление. Но так удобней. Понятно? Так легче сделать эту отсечку, когда цифры кончились. Вот это вот давайте реализуем, потому что красиво с анализом цифр числа мы можем включить те же алгоритмы поиска максимума, минимума и так далее. То есть дойти там пару максимальных цифр. Ну вот давайте сделаем это. Так. Я не буду сегодня переключаться. Поживем тут. Так, я проверю, что у меня помещается, все в целом помещается. Так, это у меня будет, соответственно, один диджитс. итак, я беру икса. Я прям не буду менять программу, да. Единственное, что вот эти значения для парочки минимумов, максимумов, да, она может быть другим. Я что делаю? Пока икс не равен нулю, мочок, как раз терминальное значение. Правда, надо понимать, что икса сейчас раздолбают, то есть у меня икса не окажется в конце. Да, поэтому если я хочу потом написать сколько цифр в числе икс, да, то у меня не получится это корректным образом написать. Это я давайте уберу сейчас, напишу, больше все прям убрал. короче, я что хочу сделать? Значит, я буду ломать не икса, а я скопирую его значение в какую-то временную переменную и ее буду раздолбать. Пока y не равно нулю, ну и соответственно я у y там надо. Стоп. А вот тут важный момент. То есть вот это некая аналитика, которая происходит. Она должна происходить не с самим y, а с цифрами, которые из него получаются. Давайте я создам такую переменную int digit. На самом деле мне этого хватит, потому что цифра она в принципе маленькая, то есть смысла мне делать 64 битное число точно нет. И вот я говорю digit равно y по модулю системы счисления. Да? ну соответственно это называется по-английски base, да? Нумерик, да? Или как назвать ее? Слушайте, нумерик я назову. Численное основание. Вот. И сейчас, секундочку. Как все-таки называется это дело? Базис? Ну, нет, слово базис означает другое, это base. Основание системы счисления по-английски base. А вот основание системы счисления counting system не могу сказать. Нумерик будет. Можно сказать system base. Пусть будет нумерик base. Значит, я делаю его как некую константочку. соответственно, в принципе, в данном случае не обязательно делать его заглавными буквами, потому что он у меня не является в данном случае макросом. Ну, плевать. Пусть пока в десятичной системе счисления будет. Итак, я вычисляю цифру вот так. Вот, взятием остатка от y по модулю нумерик base. А, соответственно, здесь считываем, но нет, не так. что число не кончилось вот здесь и сюда. Вот. А здесь еще раз что у нас получается? Мне нужно не считывать x для следующей итерации, а взять и у y зачеркнуть последнюю цифру. И делается это вот таким образом. То есть, я из него вот так вот раздолбал вот это вот число. Да, и еще один момент, что в данном случае с отрицательными числам будет проблема. Да, то есть, нужно аккуратно, но будет происходить нечто неудобоваримое. Мне нужно гарантировать, что y у меня не отрицательное число. Да, соответственно, я вот здесь вот сделаю как, да, я либо должен использовать функцию модуль apps, да, либо я могу использовать как тернарный оператор. Если x больше либо равен нуля, вопрос, тогда x, а иначе минус x. Вот таким образом я сразу туда записал модуль числа, да, абсолютное значение. Я по-русски лучше так напишу. Это связано с тем, чтобы у меня не возникало сейчас проблем с анализом цифр, да, а отрицательность x, если мне реально это надо, я могу как-то отдельно проверить и оговорить, да, для анализа цифр это не годится. В c++ здесь еще не будет происходить фаталити, а вот в питоне с отрицательными числами будет реальная жесть, если я отрицательное число загоню вот в такой цикл анализа цифр. Так вот, я к чему хочу сказать, что вот это вот действие, да, оно будет у меня не с x-ом происходить, да, а, собственно, с циферкой. Вся статистика по циферкам, да, то какую статистику мы можем хотеть? Ну, чтобы там поиск максимум, слушайте, а давайте плюну и сделаю вот так вот. Вот я хочу вот это дело сейчас убрать. Правда, есть еще одна вещь, которую я не обсудил, но, пожалуй, мы ее забьем. Короче, я хочу, что, пусть у меня будет один максимум, да, max digit, максимальная цифра. Да, значит, дальше, что там. Сумма, да, сумм, digits, сумм of digits, да, соответственно, я хочу посчитать сумму, цифр, да, там, production of digits. Вот, ну и, соответственно, их нужно рассчитать. Так, а значение вот этого вот max digits, да, оно не обязательно должно быть вот такое страшное, то есть у меня на самом деле не нужно такое большое число, достаточно использовать классический int, а, для x как раз, да, но для вот этих статистических, потому что max digits, он точно не превысит этот самый int, это 100%, да, int, sum of digits, 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 равна нулю, будет production of digits, в начале произведения цифр будет равна единичке, да, ну, что еще имеет смысл сделать? вот, ну, num of digits, число, цифр, ну, и соответственно, что я хочу, я его тоже хочу распечатывать, num of digits, max digits, вот всю статистику по цифрам числа, я в итоге сейчас хочу посчитать и вывести, количество цифр, сумма цифр, произведение, и максимально, ну, можно еще минимально цифру вывести, кстати, максимум и минимум должны будут считаться отдельно, почему, потому что возможно, что у цифр, у числа все цифры одинаковые, и нужно будет их реально, как сказать, про, ну, то есть одна и та же цифра будет одновременно и максимальной, и минимальной, max digit, так, иначе я делаю в качестве предварительной максимальной цифры, минус один, в качестве предварительной минимальной цифры, я ставлю десятку, а лучше на нумерик base, и нумерик base у меня всегда будет больше максимальной цифры, да, у нас в десятичной нет цифры 10, да, в восьмеричной нет цифры 8, в двоичной нет цифры 2, у нас база всегда, она больше, потому что у нас цифры это остаток пределения на основании системы числения, и так, вот и вся моя эта самая статистика, значит, если появилась циферка, то есть, если в принципе дело дошло до итерации, то я, нам в digits плюс равно 1, сумма цифр, плюс равно кого, диджит, цифру, да, то есть, цифра является частью последовательности, да, а y это то, при помощи чего я эту последовательность генерирую, вот, значит, что дальше, я хотел там продакшн посчитать, домножить на, соответственно, диджит, да, дальше что, max min, соответственно, и я сделаю следующее, max digit равно большему из кого? старого значения, max digit и цифры, а этот самый min digit равно меньшему из старого значения min digit и digit. В данном случае я пользуюсь стандартными функциями вычисления минимума и максимума из двух чисел, зато красиво, это не будет универсально для там трех, двух и трех максимумов за один проход, но мне сейчас, я отказался пока что от этой ситуации, вот, соответственно, всю статистику я сделал, значит, смотрите еще раз, да, вот вытаскивание очередной цифры для анализа, статистический анализ, подготовка к следующей итерации, итерирование, да, и проверка, пока еще надо, пока у числа есть еще цифры, что такое, я назвал файлик неправильно, итак, поехали, точка запятой или что, или скобки все-таки, скорее скобки, вероятно, все-таки у вопроса приоритет ниже, ну-ка еще раз смотрим, что теперь не так, это нужно переключиться на другой, это нужно переключиться на другой, у итереть, я вот здесь, я вот здесь, запятая у, напишу и все, у меня будет x, y, я для чего это сделал, чтобы у меня к концу вычислений x остался нетронутым, поэтому я уродовал по пути y, итак, поехали, я пишу одно число, значит, в этом числе сейчас будет вот всевозможные цифры, я вот такое длинное число напишу, и он посчитал, что в этом числе 18 цифр на 5, 5, еще 5, и еще 3, 18 цифр, сумма цифр 80, произведение, вот такое, максимальное 9, минимальное 1, да, очень хорошо, давайте еще один разок запустим, и какое-нибудь небольшое число прогоним, да, в котором будет цифра 0, причем, кстати, если 0 будет в начале, он, естественно, будет считать его незначащим и не, почти 5 цифр, на произведение равно 0, на максимальная цифра 5, минимальная 0, одна из прикольных вещей, это если я введу 0, вот если я введу 0, то произойдет нечто неожиданное, дело в том, что число 0 дает мне нулевую обработку, ничего не происходит, поэтому он напишет довольно странные вещи, количество цифр 0, сумма цифр 0 меня не смущает, произведение цифр 1, максимальная цифра минус 1, минимальная 10, то есть, здесь значения остались неопределенными, фишка в том, что 0, является ли цифра 0 в числе 0 значащей, если эта цифра значащая, то что же она значит, кроме 0, а если она не значащая, тогда как же ни одной цифры не написать, понимаете, вот в чем проблема, то есть, с 0 не такая простая, это просто дискуссионный момент, такой диалектический, он не имеет большого математического смысла, но красивый вопрос, а в 0, числе 0, сама цифра 0, значащая или нет, и ответ очень интересный, программирование на это отвечает, наша программа, точнее, программа, правда, она не может являться критерием истины, программа это ровно то, что мы программируем, но вот примитивная логика, которую мы запрограммировали, она говорит нам, в числе 0, 0 является незначащим, понятно, поэтому последовательность цифр пустая, ладно, нам надо за оставшиеся минут 10 поговорить немножко про простые и составные числа, и это, конечно, у меня не получится, тем не менее, мне хочется эту тему поднять и поговорить, может быть, даже придется еще немножко там затянуть, так что, как сказать, морально подготовьтесь, что, ну, минут 20 еще разговор наш продлится, простые числа вы, конечно, знаете, что такое, что такое простые числа, товарищи дети, у которых не больше двух делителей, у которых, ну, ровно два делителя, то есть само число и единица, и больше его ничего не делит, да, или можно так сказать, поскольку единица и само число, это тривиальные делители, то можно так сказать, что у него нет нетривиальных делителей, да, соответственно, вопрос, а что, если нам дали число x, да, вот нам дали число x, ввели его с клавиатуры, оно целое, и нам надо проверить, простое оно или нет, это непраздный вопрос, непраздный, не шуточный, дело в том, что на простых числах основано шифрование РСА, а шифрование РСА лежит в основе цифровых подписей, лежит в основе, соответственно, защищенности HTTPS, доверенности сайтов, когда вы обращаетесь, не знаю, ваши родители обращаются в личный кабинет банка, да, то гарантией того, что вы обращаетесь именно в банк, а не к мошенникам, свой пароль вы сообщаете именно банку, а не мошенникам, да, вводя его на странички, это все благодаря тому, что существует эффективный алгоритм несимметричного шифрования РСА, а он существует благодаря тому, что задача о разложении чисел на множители и на два простых множителя является неразрешимой простым способом. Ну вот. Так вот, но чтобы работал алгоритм РСА, в том числе нужно генерировать гигантские простые числа, их нужно придумывать, ну то есть вот генератор псевдослучайных чисел, но не простых псевдослучайных чисел, генератор, линейный конгруентный генератор тут не поможет. Нужно придумывать, генерировать какие-то случайные числа, очень-очень-очень длинные, из большущего количества цифр, ну, например, из двоичной, в двоичной системе счисления, ну, 512 даже маловато, лучше 1024 цифры, двоичные, или 2048, ну, короче, длинное-длинное число, ну, короче, очень-очень длинный число, что такое 512, да, что такое 512 двоичных цифр, 2 в степени 512 бит, да, что это за число такое, чему оно примерно равно, дело в том, что 2 в десятой равняется 1024, то есть примерно 1000, да, соответственно, нам необходимо прикинуть, сколько тут десятков, да, вот сколько тут десятков, десятков, 51, да, это, ну, примерно равно 4 умноженное, это равно, здесь еще нет примерного, это равняется 4 умноженное на 2 в 50, на 2 в десятой, в степени 51, 2 в десятой, это примерно 1000, то есть получается, что это 4 умножить на примерно 1000 в степени 51, 1000 это 10 в кубе, то есть 10 в степени 3 умноженное на 51, то есть получается примерно, да, вот это вот число такое, примерно чему равно 4, на 10 в степени 153, число гугл, в честь которого названа фирма гугл, меньше, число гугл, это число 10 в степени 10 в степени 10, ну, то есть 10 в степени 100, это число превышает количество атомов во Вселенной, то есть вот это вот число, да, не то, что там количество кроликов, атомов во всей Вселенной, это гигантское число, но тем не менее, да, вот в рамках этих вот таких вот чисел бывает необходимо проверять простоту, да, простое число или непростое, ладно, ну, я, может быть, завышаю немножко, да, сложность, но тем не менее, там уже нужны другие, эффективные тесты простоты, я же буду рассказывать примитивный тест простоты, примитивный, более того, есть прикольный вообще тест фирма, который вероятностный, на удачу, то есть он иногда говорит, что число простое, на самом деле оно не простое, но зато он это делает очень быстро, так можно так раз, число, да, ну, вероятно, простое, дай-ка еще прикину, точно, точно, во, оно скорее всего простое, а потом, а давайте все-таки докажем, потому что если не докажем, тогда хакеры взломают, вот тогда и раз сам не будет работать, при генерации ключа секретного, там, присоединении ССА, ШТПТС, всякие там цифровые подписи, при генерации ключа, вот происходит, собственно, генерация там парочки простых чисел, их перемножение, потом, то есть тестирование их, а потом уже их использование для шифрования, ладно, давайте, сам, вернемся к вопросу о тесте простоты, нам ввели число, надо проверить, как оно, простое или нет, что я делаю? Самое простое и логичное действие состоит в следующем, мне нужно взять нетривиальный делитель, двоечку, первый нетривиальный делитель, и дальше, до каких-то пор, до каких-то пор, да, начать проверять, я буду делать так, если у меня х делится на этот делитель, то есть остаток при делении на этот делитель, равен нулю, тогда, капут число непростое, и я могу прервать выполнение, да, сказав, что число непростое, есть такая тонкость, что в этом случае мне желательно использовать булевскую переменную, потому что вот я выйду из цикла, и мне необходима эту информацию логическую, да или нет, простое оно или нет, мне необходимо эту информацию вывести, да, то есть вот тут вот, распечатка ответа здесь не хороша, поэтому я сделаю следующим образом, да, я заведу переменную, которая будет называться булл, да, из прайм, и изначально я буду считать, что оно простое, и как только я обнаружу первый делитель, да, я скажу, говорю, о, все, из прайм, равно фоллс, однажды превратившись в фоллс, обратно он true уже не станет, а вот если нет, если не поделился, тогда что мне необходимо сделать, мне необходимо этот самый d увеличить на единичку, до каких пор мне это надо делать, до тех пор, пока делитель является нетривиальным, пока делитель меньше, чем x, вот, если он равен x, ну, потому что иначе, то есть, то есть, то есть, то есть, нет, 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 если мы, если мы, ну, чем одна вторая, хороший момент, сейчас обсудим, дело в том, что это x пополам, вы хотите сказать, да, это хороший, хороший момент, ну, а зачем для проверки числа 31 на простоту, да, зачем мне проверять числа, которые больше, чем 15, то есть, я дошел до 16, а что мне уделить на 16, когда я уже, уж если бы оно делилось на 16, оно бы делилось и на 2, правда? Да. Но дело в том, что мы можем раньше, еще раньше, то есть, вот это вот, это примитивно-математически, тривиальный, нетривиальный делитель, это делители в диапазоне от 2 до x, не включительно, да, то есть, то есть, d, принадлежащий от 2 до x, не включительно, это нетривиальный делитель. В данном случае, это кандидат, да, кандидаты в нетривиальные делители. Вот надо сказать, что, еще раз, да, вот сейчас по итогам цикла, информация о том, является ли число простым, сохранена вот в этой переменной is prime. Если там сохранилось изначально выставленное значение true, значит, вот этой ситуации ни разу не случилось. Понятно? Да. Кстати, я сейчас создал плохую ситуацию. Если я захожу, это не будет работать, я сказал, что будет работать, не будет работать. Если я вот сюда захожу, лучше бы, может, даже было сразу набить это в языке программирования, будет легче потом менять. Давайте это сделаем. Стоп, а false на true не изменить, потом имеется в виду. Что, что, что? False на true потом не изменить. То есть, если делится на 2, то делится на 3. Ну, да, да, то есть, он неизбежный. Простите, true там, конечно, с маленькой буквы. Но сейчас я буду печатать, и тут будет все сразу правильно. Так, я все повыкидываю лишнее. Значит, делаем одно число, x, которое ввожу, и дальше сейчас я его буду долбать. Значит, что я хочу? Я хочу ввести делитель 0, d равно 0. Ну, да, x, естественно, меня интересует только по модулю. Да, то есть, я на самом деле, вот здесь вот могу сказать, x равно abs от x. Но, опять же, есть функция взятия модуля, поэтому вот этого, да, я скажу, нечего, нечего. Ну, или можно вывести ругань, да, о том, что x не должен быть отрицательным. На самом деле, есть даже специальный оператор, такой, assert x больше нуля. В данном случае, предполагаю, да, на самом деле, даже больше единицы, единицу тоже нельзя проверять. Вот это вот, это специальный оператор, такой вот, правда, в случае входных данных, его не считают правильным использовать. Все-таки, в данном случае, правильнее будет сказать так, если x вдруг меньше, либо равен единице, в этом случае, поругаться громко и выйти из программы. Надо сказать, ну, надо сказать, что все вот эти проверки входных данных, они не делаются для олимпиадных задач. Ну, я сейчас, с error, есть специальный поток для вывода ошибок, да, но, x should not be negative, error. Error. и выйти с ненулевым кодом ошибки. Ну, это, еще раз, да, это некие уже такие дополнения, которые не нужны, абсолютно не нужны в олимпиадах для автоматически тестирования, автоматически тестируемого кода. ввода. меньше x, начальный d, да, здесь, соответственно, я что буду, перебираю разумные, нетривиальные делители. Простите. Вот. До свидания, все. Значит, и что я хотел, хотел я вывести только ответ, является ли он простым, да, is prime, там, number, is prime или не prime. Кстати, тут я могу немножко тоже повеселиться. Я могу вот здесь вот, соответственно, вывести что? Not, да, not, либо ничего, либо not. Да, вот я либо это добавлю, либо не добавлю. Соответственно, как я сейчас сделаю? Я возьму это в скобочке. В данном случае будет обязательно это сделать. Я буду выводить not, да, если оно является простым. Нет, прошу прощения, две вот такие пустые кавычки, если оно является простым, да, и not, если оно не является простым. Как это сделать? При помощи тернарного оператора. А здесь я скажу is prime. Ладно, давайте число, собственно, да, итак, bull is prime равно true. Итак, изначально предполагаю, что оно простое. Если, соответственно, x делится на d, то есть, x по модулю d равно нулю, в этом случае, что я говорю, is prime равно false. А иначе, хотел я сказать, я d увеличиваю на единичку. А теперь, этот алгоритм не работает. Почему? Ну, кстати, да, раз уж у меня x, то и делители, пожалуй, тоже надо в этих же числах перебирать. А этот алгоритм не работает. Давайте попробуем. Так, что тебе не срослось? Опять я назвал программу не так. Test prime c pp свернем. Это не требуется. Я сейчас немножко сокращу количество строк в ущерб программе. Ну, вот так вот. Еще раз, сейчас здесь ошибка. Программа будет бесконечно зацикливаться. И это не она. Логическая ошибка. Итак, немножко еще увеличимся. Давайте введем какое-нибудь число. Ну, например, число 31, заведомо простое. Number is prime, говорит мне программа. Хм, замечательно. Да? А давайте введем какое-нибудь непростое число. Например, число небольшое. 6. Что случилось? Почему программа не завершается? Давайте ее прервем. Control break. Интересно, что же происходит? Как узнать, что происходит? Для этого существует понятие отладка. Вот, допустим, я не знаю, что происходит. Да? Я ставлю в какую-то точку breakpoint. Вот я, давайте, вот я на входе в цикл, вот здесь вот, буду каждый раз выяснять, а что, собственно, происходит, да? Ко чему равны, там, икс, и так далее. И дальше я должен запустить отладку. Эй, дорогой, build and run, давай. Что ты мне сделаешь, отладку или нет? Ну, пока что программа еще не встала на точке останова, потому что я еще не это самое. Давайте число 12 возьмем. Да е-мое. Сейчас, как мне сделать, чтобы он работал? А, во, ГДБ, наверное, нужно включить, дебаггер, ГДБ, ну, дебаггер. Ну, давай, дебаггинг Windows, хочу видеть этот самый Watches. Хочу видеть наблюдаемые. Так, только давайте, наверное, их влево, вот сюда вот перекинем. Наблюдать я хочу за переменной D, Эй, как тебе добавить? А, вот так вот, Enter просто. И за переменной X. Все. Пока мне этого достаточно. Ну, давай. Пора запускаться. почему, почему, интересно, он мне не разрешает. Сейчас. Негодяй. Должен, по идее. дебаггер. 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 Сейчас посмотрим отладочная информация, какая у нас. дебаггер. Дебаггер. Давайте дефолтный посмотрим. это не важно. еще раз может быть дело в том что он когда компилирует делать безоткладочной информации трудно мне объяснить ладно слушайте я к следующему разу попробую выяснить сейчас я не буду гуглить почему он не не дает отладку делать под виндой вот ладно ну его не будем сейчас отлаживаться короче давайте так в чем ошибка дело в том что если я поделился то у меня вот это действие не происходит то есть если это оказалось правдой то я зацикливаюсь и у меня обстоятельства уже не меняются то есть по-хорошему вот это действие она можно исправить тем что делать это всегда то есть чтобы мне не иначе это происходило именно всегда и еще один момент у меня сейчас если число очень большое может оказаться и так уберем брейк он все равно не срабатывает если число большое при этом она заведомо делится на два то процесс перебора его делители будет происходить очень долго такое число может сохранить памяти можно оно равно чему он это миллиарды прошу прощения триллиона 1 триллион на 209 миллиардов 413 миллионов трата там ну короче очень большое число в результате да этот триллион операций он занимает существенное время сейчас упал сейчас все вычисление идет идет мы перебираем делители проверяем делится не делится я не дождусь этого дела мне я устал ждать хотя на самом деле давным давно уже понятно что число это не является простым да понимаете но я могу сейчас какой-нибудь немножко поменьше взять до число но все равно будет занимать ну правда это довольно быстро он обнаружит потому что она от миллион намного меньше чем триллион на ну давайте что нибудь умеренное больше чем миллион до что сколько у меня получилось 10 миллионов маловато давайте вот так вот до 100 миллионов тоже думаю довольно быстро он посчитает ну вот видите но мы заметили то есть вот этот счет до 100 миллионов он все-таки был существенным до 100 миллионов операций просто операции до вот этих циклов в каждом из циклов у меня происходило взятие остатка предприятия очень много если бы это был какой-нибудь микроконтроллер то это действие было бы очень долгим просто компьютер быстро еще до 100 миллионов операций ну ладно 100 миллионов так 100 миллионов что у меня breakpoint не хочет ударить теперь все залипло ладно короче что я хочу сказать что вот можно было бы обнаружив первый делитель как только первый делитель нашелся дальше бежать бессмысленно сделать брейк все число уже не простое дальше бежать не нужно а поскольку простые числа встречаются чем дальше тем реже их плотность падает с увеличением до самого размера числа то тогда получается что для простых чисел мне придется проверять все нетривиальные делители а для чисел непростых но я буду довольно быстро находить его первый делитель и сразу же нетривиальный нашел все до свидания выше вот так что это уже упростит очень сильно жизни поэтому даже для каких-то гигантских гигантских чисел да скорее всего я еще еще и специально сейчас его сделают таким не совсем тривиальным да тем не менее скорее всего он через некоторое время таки найдет его делитель хотя вот я сейчас число воткнул такое да а он его до сих пор никак не не найдет ему даже первого делителя печально печально давайте это число себе запомним да раз уж оно такое интересненькое оказалось я его себе тут скопирую рядышком сейчас получилось нет ахо все есть скопировал число мы сейчас немножко усовершенствуем алгоритм за счет уменьшения перебора кто-то из вас сейчас сказал что а почему не перебирать до x пополам но фишка в том что можно остановиться еще раньше и здесь работает математика смотрите предположим мой x раскладывается на два множителя на а и б тогда я имею право раз я их штука камера где кто а кто бы я имею право считать что у меня а меньше чем б правда ну либо равно равны то они могут добывать числа типа 11 в квадрате на 13 в квадрате бывают такие числа до вполне возможно так вот у меня что получается если я возьму и скажу вот это вот неравенство домножу на а то получится так а в квадрате меньше либо равно чем а умноженное на б что такое я просто взял вот это неравенство которое поговорю ну предположим что это тогда что такое а умноженное на б это x и тут же я я говорю ребята подождите меньший из двух делителей не превышает корня из икса то есть при если уж число не простое то его а его один из двух делителей нетривиальных до меньше либо равен корня из x ну либо я могу продолжать работать в оригинальном вот в этом виде тогда мне не нужно перебирать всевозможные нетривиальные делители если они у него есть то тогда их есть минимум два дополнительных да и тогда первый из них я обнаружу да где до корня корень намного меньше чем x пополам но я могу это еще раз записать как именно d квадрат на d умноженное на d меньше икса ну стоп либо равно есть еще одна штука которая может ускорить нам в два раза и то есть еще в два раза ускорить но этого уже во многом достаточно давайте запустим этот алгоритм и то же самое число которое было воткнем еще раз вдруг я случайно сейчас генерировал простое число количество операций которое потребуется будет равно примерно половине длины этого числа да вот 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 сколько вот она вот занимает то я прошу корень из этого числа он будет и содержать цифр в половину меньше сколько это будет у меня сто девяносто четыре миллиона и у меня случайно угадал простое число число простое мне очень очень повезло вот но кей друзья на сегодня мы закончим разговор а раскладывать число на множители я буду уже в следующий раз но чтобы нам было интересно жить давайте сделаем следующий я дам вам парочку задач и так давайте обсудим задачки на следующий раз которую вы делаете одна из задач которые я попрошу сделать слушай а давайте если можно если можно три задачки они будут все несложные понимаю что у вас в школе не не факультативных заданий много но вы возьмете из репозитория задачки тексты которые я туда сейчас написал я сейчас их туда заложу вот ссылка которую я ее она уже кидалась гитхаб текхирянов cpp 1514 но я сейчас еще раз проверю где там она у меня все я отправляю тексты сейчас секундочку это вот сейчас можно просто увидеть вам пока гитом пользоваться совершенно не нужно но вот ссылка просто и бурца увидеть вот она вот она ну можно вот так вот то есть вот можно просто зайти можно вот так вот зайти просто на сайт вы увидите вот ладно давайте обсудим еще раз задачки какие я предлагаю задачки вам сделать что собственно по программировать так где наша с вами сама тадам это репозиторий значит смотрите первое мы с вами обсудили а генератор псевдо случайных чисел генератор псевдо случайных чисел до линейный конкурентный генератор псевдо случайных чисел попробуйте реализовать его самостоятельно то есть я специально не стал его писать потому что это тривиально до реализовать генератор псевдо случайных чисел а чтобы вы не пользовались стандартными я вам скажу диапазон чисел до от соответственно нуля до 99 вот 0 до 99 поиграйтесь с константами сделайте самостоятельно арифметика геометрическую прогрессию с разными параметрами и поиграйтесь посмотрите как у вас получается какие результаты не будет ли такого что у вас часть чисел просто не используется когда она зацикливается поиграйтесь с генератором псевдо случайных чисел по линейным конкурентному методу это очень просто потому что это сродни простым по тупым прогрессиям там только циклом for ограничите длину но чтобы у вас потому что стопом не получится вы все равно будете плясать в этом диапазоне да то есть по модулю 100 второе второе я вам рассказал про анализ цифр числа сегодня да вот прям есть пример готовая реализация да в котором статистически анализируются цифры числа а теперь сделайте следующее сделать приложите к этому на к анализу цифр числа приложите фильтрацию попробуйте сделать анализ цифр числа в другой системе счисления то есть вводите его в десятичной это число анализируйте его в другой системе числения ну например в двоичной системе числения анализ числа в двоичной системе числения что имеет смысл здесь анализировать не все произведение чисел скорее всего будет равно нулю если только число не состоит из одних единичек да а вот количество единиц будет интересно количество единиц до количество единиц можно попробовать что-то интересное в самой десятичной поскольку последовательность цифр является последовательностью то можно какие-то аналитические вещи посмотреть пример сколько раз встречается возрастание в последовательности то помните первая задачка которая была когда в принципе однопроходный алгоритм я говорю сколько вот возрастающих до кусочков это под последователь в последовательности когда следующее число больше предыдущего когда цифры двигаю идут вот так по возрастанию да сколько таких ситуаций встречается это можно в десятичный но давайте я так не в двоичной да а в какой-то коричный в коричный ну где к не превышает десяти к меньше либо равно 10 из сложных задачек которые если кому-то прям захочется системы счисления ковырнуть на попробуйте это будет сложно распечатать число соответственно в этой самой коричной системе счисления да это реально сложно потому что не скажу почему кто захочет ковырнуть кто попробует и скажет тюфигня очень просто посмотрите что получится и третья задачка тоже это сложненькая такая да вот кто пробьется замечательно можете попробовать ее и разбор то есть этот я не буду раз скорее все разбирать отдельно но если никто не пришлет точно не буду разбирать если вы пришлете есть шанс что я вашу программу буду ковырять вот потому что тогда ну вы получите фидбэк прям живой да так вот а что еще вот то что мы обязательно будем разбирать это разложение числа на множители вот это вот я в следующий раз таки буду говорить разложение на множители это важная тема будем все еще раз про нее разговаривать ну на сегодня все по основной теореме арифметики выписать все простые со множителя то есть вот как число равно p1 умноженное на p2 на p3 да если эти числа в на пк от этом да ну то есть в принципе можно отдельно считать для каждого из этих чисел его там степень да но проще это самое что это не не убывающая последовательность то есть простое число может встречаться два раза и ну и на этом все то есть это проще будет просто реализации скорее всего высоты сталкивались попробуйте нигде не списывать она может быть порождена используя тест простоты тест простоты у вас в наличии но не все таки не тривиально но еще раз делайте постепенно доберетесь хорошо не доберетесь мы разберем еще вопрос есть нет ребят спасибо вам большое до свидания до встречи через неделю пишите присылайте в telegram ваше решение спасибо